Прогнозируем общий объем дохода районного бюджета в сумме 1 млрд 370 млн 939 600 рублей. Общий объем расхода районного бюджета в сумме 1 млрд 391 млн 870 600 рублей. Дефицит районного бюджета в сумме 20 млн 934 тысячи рублей. Итого, если рассматривать полностью корректировку, то мы с вами увеличиваем наш бюджет по сравнению с первоначальным планом по доходам на 82 млн 477 тысяч 800 рублей, по расходам на 102 млн 117 тысяч 100 рублей. Что конкретно мы предлагаем учесть при корректировке? У нас в течение первого квартала поступают уведомления с различных министерств по увеличению и добавлению нам денежных средств в сумме 1 бюджета. По управлению образованием у нас добавлены денежные средства в сумме 22 млн 733 тысяч рублей. Это ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство. 934 тысяч 400 рублей. Это обеспечение государственной гарантии реализации прав на получение общегоступного бесплатного дошкольного образования, муниципальных дошкольных образовательных организаций. По муниципальной программе защита населения и территории Назаровского района по чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера. Здесь у нас приличные меры пожарной безопасности за счет средств и строя бюджета. Это денежные средства штателина сельских советов, полномочия для сельских советов. 3 млн 664 тысяч 600 рублей. Муниципальная программа развития культуры. Всего на муниципальную программу добавляется 2 млн 664 тысяч 400 рублей. Данные денежные средства у нас будут израсходованы за счет краевого и федерального бюджета 64 тысяч 400 рублей. Это обустройство восстановления буйских захоронений. У нас Тодороковская территория, где у нас есть похороненный Ковалев. Ковалев, он проходил у нас, ну, служил или воевал, можно так сказать, в Чечне. И памятники его сейчас за счет средств, то есть краевый бюджет выделяет федеральные денежные средства для восстановления и ремонта данного памятника. Государственная поддержка лучших сельских утверждений культуры за счет средств федерального бюджета 100 тысяч рублей. Теперь это выиграл у нас территория Степновского сельского совета ГАДСКО. Проведение текущего ремонта учреждений культуры за счет средств районного бюджета добавляем 2,5 тысяч рублей. Здесь перечень учреждений большой, то есть у нас остались 3 года подряд мы на предписании используем денежные средства из районного бюджета, предписание пожарной безопасности. В основном это учреждения РДК, филиалы. Сейчас мы оставки уже в этом году закрываем, в течение 3 лет мы отправляем предписания, которые были выписаны у нас надзорными органами. Ну и также планируем частично где-то отремонтировать окна, потому что у нас есть маленькие населенные пункты, но в которые просто ранее, наверное, грубо говоря, руки не доходили. Поэтому у нас на сегодняшний день окна планируется заменить Новая СОКС, Ачердель и Владимировка. А вот три библиотеки, это библиотеки. Значит, муниципальная программа развития физической культуры спорта Назарского района, сумма которой мы добавляем 9 миллионов 940 тысяч 900 рублей. Данные денежные средства будут израсходованы. Поддержка физкультуры, спортивных клубов по месту жительства, за счет 3-4-й бюджета, это наш спорта на Италии, ежегодно нам выделяются денежные средства, мы его обновляем. Сумма 1 миллион 688 тысяч 300 рублей. Устройства по сказанным спортивным сооружениям сельской местности, за счет 3-4-й бюджета, принимали участие в субсидии. Все вы, наверное, знаете, в субсидии принимали участие в голосовании за эти объекты, голосовали за Красную Поляну, за Степной. У нас получился небольшой разрыв, поэтому Министерство спорта, по-моему, у нас в сложной ситуации, да, раньше нам выделяли по одному спортплощадке, в этом году в первую мы получаем их две. Это Красная Поляна и рядом со спорткомплексом посылки с теплой, поэтому у нас сумма 7800. И также у нас уже распределены, но вот у нас еще краевые деньги не поступили, уведомления на капитальный ремонт автомобильных дорог. Так вот, капремонт автомобильных дорог у нас по Верхнему Адады, мы будем в этом году проходить по Краснополянской территории, по Кребженской территории. Мы точно так же при корректировке бюджета добавляем у нас инференцирование денежных средств, ой, красностофель, а не Краснополянок, 118 900 рублей. Текущий ремонт памятника Великой Отечественной войны 100 тысяч рублей, ну, помните, что произведено благоустройство в Северном Ададе, но не затронут был сам памятник, сама Стелла. Там необходимо подключить клип и привести его в порядок, и денежные средства, которые необходимы на данный виде работ, 100 тысяч рублей, и они предоставляются сельскому совету. По Красностофельскому сельскому совету выделяется 2,5 миллиона рублей. Данные денежные средства пойдут на ремонт кровли, значит, это ремонт кровли издания сельского совета. Сделали ремонт в сельском совете, сделали почту, перенесли туда библиотеку, но, к сожалению, идет протечка кровли. Поэтому, для того, чтобы нам в дальнейшем зайти с проектом, мы уже разговаривали, о модернизации библиотеки, необходимо все-таки нам сделать кровли для того, чтобы туда на второй этаж завести и доп. образования. Поэтому ремонт кровли по предотвратительному нам на 2,5 миллиона рублей. По Красностофельскому сельскому совету это установка видеонаблюдения общественного пространства, и в районе есть конспортивные площадки 250 тысяч рублей. По Преображенскому сельскому совету 250 тысяч рублей это были пожелания, жалобы жителей по Ильинке, отсыпка дороги и к кладбищу. Давно об этом все говорят, все об этом знают. Идли на сегодняшний день 150 тысяч рублей. И также у них отсыпка частично пешеходной тропы, двухэтажных домов улицы Солнечная. По сахапке 200 тысяч рублей это тополя, стил тополей. С теплой у нас выделяется денежные средства на установку теплой раздевалки. Все вы знаете, ездим играть в турнинг, да, различные мероприятия открытые, как те проходят. Но, к сожалению, не было теплой раздевалки, где могли бы ребятишек переодеться и где-то погреться. Остались. Это у нас, значит, денежные средства, нам бы тебе на этом году говорили. Для обеспечения услугами связи малочисленных и труднодоступных населенных фондов за 6 лет с федерального бюджета нацпроект. У нас три территории. Новая СОКС, Средняя Перезовка и Сохновка. Будут установлены с вышки сотовой связи. Значит, иные межбюджетные транспорты по мероприятиям. А коллицидной обработки на территориях Сельских Советов до 15 тысяч рублей. Добавлены денежные средства у нас на обеспечение жирными помещениями детей-сирот. То есть на сегодняшний день у нас это большая проблема. Мы не можем приобрести жилье, потому что, в принципе, отсутствуют квартиры. Мы их приобретали в городе Назарова. Квартиры отсутствуют до сегодняшнего дня. Ну, даже не до сегодняшнего дня. На прошедневной день у нас была ПТС. Потенциально была, а может ли нам необходимо приобрести 5. На 5 квартир по нашей средней коммерческой стоимости, которая сложилась в городе Назарова, сумма денежных средств, которую выделили нам из бюджета, субвенции, недостаточно было необходимо. И было еще 1.800.000. Мы объявлялись на 3. На то, что хватило средств, к сожалению, никто не заявился. Сейчас в мае у нас тут объявляем аукцион. Потенциально квартира одна есть. В дальнейшем будем смотреть, может быть, что-то заявится. Будем приобрести до конца года нам необходимо денежные средства из расходов.